Музей Ученики 162-й школы могут буквально дотронуться до истории страны в годы Великой Отечественной войны. Фронтовые письма, ордена, обмундирование – все настоящее. Историю на ощупь изучать гораздо интереснее, объясняют учителя. Посещение музея у нас становится правилом. Практически вся начальная школа проходит через наш школьный музей. Мундир героя Советского Союза Михаила Мальцева – один из ценных экспонатов. В семейную реликвию школе передал внук. 41-го Михаил Андреевич на фронте. В декабре того же года под Москвой с разведчиками ворвался в немецкие траншеи и захватил врага. Фашисты открыли огонь на поражение, но Мальцев выжил. Много раз был серьезно ранен, но войну пережил. 31-го мая 45-го получил Героя Советского Союза. Мне понравился вот этот гранатомет. Почему? Потому что он как бы настоящий. В 2002-м в школьном кабинете решили сделать музей. Сначала это была комната боевой славы. Экспонаты копились, комнату расширили до музея. Здесь все сделано руками учащихся и педагога. Модели Курской битвы собраны по деталям. Вся боевая техника в миниатюрном варианте радиоуправляемая. У нас большая подборка видеофильмов про Великую Отечественную войну. Большая подборка фильмов учебно-документального характера. Поэтому старшие классы постоянно бывают и на уроках, которые проводят здесь открытые уроки, и на экскурсиях. Тут же при музее открыта школа экскурсоводов. Детям очень нравится. Подходят, смотрят, читают, изучают. Рассказывают все родителям. Очень все интересно. Бегают на переменах, все время забегают. Как бы здороваются, узнают уже. Экскурсоводы в нашу школу идут. Война, говорят, не женское дело. Но о военном прошлом школьникам рассказывают в основном девочки. В группу попадают лучшие ученики. Очень интересно наблюдать за историей. Все новое, что ты узнаешь во время процесса. Очень много ветеранов приходило. Общение больше узнаешь. С каждых уст ветераны узнавали что-то новое. Музей 86 экспонатов. Здесь единственная в Кировском районе экспозиция, посвященная Афгану. Проводятся встречи с ветеранами и уроки мужества. Редактор субтитров А.Семкин